Это не бизнес, а занятие для души. Такое тяжелое крестьянское хобби, говорят хозяева. Но благодаря взаимопомощи справляются. Семья по городским меркам огромная. У супругов Чуваркиных шесть внуков, две дочери, а зятья называют их мамой и папой. Сначала здесь были поля, свалки, терновники. Был вагончик стоял, туда мы его тянули сейчас. Потом произошла закладка первого дома, второго дома. Ну, второй дом может вот эти достроят. Так и двигаемся. Зерно с пашней сдают на элеваторы. Молоко реализуют среди односельчан. 300 литров в сутки расходятся на творог и сметану, осетинскую брынзу. Все продукты проверяются в собственной лаборатории. Коровы, свиньи, куры, утки и даже павлины не должны оставаться без присмотра. Очень тяжелый труд. Это невыносимо. Это утром рано. Животное три раза накормить, три раза напоить. Если курочки, уточки никак же не оставишь ни без воды, ни без еды. Хозяйка дома привыкла каждый день готовить обед на 12 человек. Внукам советуют больше учиться. Идти по стопам бабушки и дедушки они не планируют. Нет, они не хотят. Например, мы после такого тяжелого труда тоже не очень так. Мы хотим, чтобы они получили образование, учились где-то. Тему поддержки крестьянско-фермерских хозяйств затронул губернатор в ходе рабочей поездки. Для Ростовской области это актуальная тема, развитие которой планомерно финансируют. Действительно, в самом начальном пути очень важный процесс, когда Министерство сельского хозяйства, муниципалитет должны найти возможность поддержать в этот период того или иного фермера или владельца лицам подсобного хозяйства. А вот потом уже вступает в том числе и федеральное и областное законодательство, когда человек, как говорят, сделал первые шаги в бизнесе. Несколько единиц транспорта были приобретены в этом хозяйстве именно за счет губернаторской программы по 20-процентному субсидированию покупки оборудования для аграриев. Елена Баранникова, Андрей Коробко, Главная новости. Ну, родной бук. Ну, понятно, понятно. Что у вас в хозяйстве есть?